всем добрый день дорогие друзья уважаемые зрители youtube канала компания маркет связи михаил ричард сегодня у нас очередной разбор сделок и анализ рынка на следующую неделю 17 до уже 21 августа 2020 года разберем сделки от берем новости которые были в украине россии и мире за это время ну и соответственно чего нам ожидать от фондового рынка рынка валют и рынка облигации первое чего мы начинаем собственно с макроэкономической ситуации которые на данный момент находится в мире что сейчас происходит штатах первое мы видим что штатах инфляция все на самом-то деле самое самое первое что мы увидели с вами сейчас я покажу еще на прошлой неделе штата это то что выросла бизнес конфиденцией свой раз выросла уверенность потребителя и производителя на с каждым месяцем всего лишь и выше то есть производство понимаешь что не больше заказов есть спрос на товары и услуги соответственно и идет рост уверенности производителей далее с другой стороны у нас потребительские уверенность consumer confidence пока много данных еще не вышла за уст ждем их буквально вот на следующей неделе это где-то среду будут вот и в целом тенденция больше на повышение чем на снижение соответственно есть тоже дополнительный спрос со стороны потребителей то есть обе стороны стороны рыночной экономики у нас на позитиве обе стороны соответственно основной стороны готовы тратить деньги с другой стороны готовы производить и продавать больше товаров и услуг вот далее дополнительным подтверждением этому всему стал рост инфляции и мы видим что уже в эту среду ваши данные по инфляции в штатах и для тебя на уровне один процент при том что ждала что будет 0 8 процент то есть идет быстрое ускорение инфляции это говорит о том что цены растут а цена растут из-за того что люди готовы больше денег тратить потому что обестренивание доллара которые произошло но не настолько большое чтобы так сильно повлиять на инфляцию поэтому есть и восстановление экономики с одной стороны другой стороны видим рост инфляции рост инфляции как спроса то есть потребительской инфляции так и рост инфляции проект производства соответственно производства и таким образом мы видим что экономика постепенно восстанавливается более того на компании которые уже отчитались дали хорошие прогнозы на будущий квартал тем самым складывается полная картина того что в экономике все хорошо в экономика стабильно идет в рост понятное дело что восстановиться полностью после такого падения у кого 19 которое произошло марте это еще надо очень много времени но где-то к концу следующего года я думаю мы достигнем и обновим максимуму по ввп так то есть о чем это все говорит это все говорит о том что раз у нас уже идет восстановление экономики соответственно фрс уже плавно будет переключаться на более жесткие меры да возможно это не произойдет там прямо на следующий месяц но ближе к концу года вы особенно ближе к выборам мы можем услышать более такую жесткую риторику со стороны фрс а это все повлияет на то что будет уменьшаться объем денег который печатается то есть будет будет падать балансы трактного банка более того мы уже видим что по последним данным баланс стального банка он не растет за последний месяц он практически не изменился и тонк основные деньги они были направлены на выкуп облигаций а не на поддержание именно долларовой ликвидности то есть это тоже еще один немаловажный фактор который влияет на то что экономика вернее фрс уже начинает немножко подтормаживать экономику потому что в конечном итоге это может превратиться в какую-то гиберинфляцию а все-таки цель по инфляции фрс это два процента который мы уже плавно подбираемся и есть и шансы на то что мы можем подобраться по к ним вплотную более того трамп вне всем противоречиям там демократов и республиканцев подписал выдал свой вернее указ про то что пора дополнительные выплаты по и пособие по вынуждению безработицы продлевать и еще на следующую неделю они даже не на неделю на следующее полугодие они еще определили выплаты в размере 400 долларов в неделю плюс компании могут отсрочить свои налоговые выплаты по социальным после по соц обеспечению соответственно где-то на декабрь месяц таким образом таким образом получается что экономика стимулируется как со стороны фрс так и со стороны правительства деньги напрямую попадают в карманы потребителей идет восстановление инфляции раз идет восстановление инфляции соответственно нас и идет рост вернее рост потребления идет рост инфляции более так связано это будет более правильно вот и как результат фрс видим уже баланс таким такими быстрыми темпами как было раньше не повышает то есть уже больше такой сдержанный характер несет и и это все привело к тому что выросли доходности по облигациям соответственно упали цены по тем же облигациями мы видим что на данный момент десятилетний облигация сша дают доходность 0 7 процентов потому что еще раньше было 0 5 процентов большинство из вас сейчас особенно кто не трогают облигациями ну и подумаешь 05 07 процента и что такого на самом деле 05 07 процент это разница 0 2 процента для десятилетних облигаций это падение цены десятилетней облигации на 2 процента для 20 летних это падение цены 4 процента для 30-летней соответственно на 6 процентов а теперь не забываем что основные деньги большинства крупных пенсионных фондов крупных вкладчиков находится именно в облигации и те кто укладывали деньги под 0 5 процента а были такие потому что банкам приходилось это делать они при росте инфляции они как раз их вернее цены упали на 2 процента а это в на миллионе на миллиарде это очень очень большая большая сумма вот поэтому логично что он облигается начали постепенно распродовывать начали уходить в другие активы другими активами как раз нас являются наиболее интересными это акции это рынок американских акций и мы видим что тот же нас до 100 позавчера он как бы красиво падает и буквально за два дня он восстанавливается то же самое с и 500 в один день он был под упал и и дальше постепенно начал останавливаться потому что некуда дольше больше вложить в то же время было очень сильное падение по золоту тоже которая связана вот именно с тем что идет рост инфляции цены на золото были уже достаточно сильно завышена логично что должна быть какая-то корректировка это раз строим нет деньги начали ребалансировать на в коротких облигациях и начали вкладывать в те же акции вот но тоже буквально за два дня пошло плавное восстановление думаю по золоту мы дальше будем продолжать расти есть еще шанс на то что мы можем подупасть где-то к 1815 но общая тенденция далее вверх и первая цель это в районе 2 400 2 500 дальше будем собственно уже смотреть по уходу того как будет развиваться мировая экономика тем более что у нас дополнительные риски которые ожидаются в ближайшее время это выборы президент президента сша все-таки когда избирается президент мира то рынки могут немножко потрясти так то есть на данный момент исходя из этой всей картины мы видим что и доходности по облигациям выросли мы видим что и цены на акции подупали но уже постепенно восстанавливаются на золото подупали то есть идет полная ребрансировка и переток денег в фондовые рынки соответственно фондовые рынки сейчас будут очень даже неплохо расти в то же время американский доллар в ближайшее время может еще немного укрепиться на фоне того что буду заходить деньги в низко рисковые активы поэтому валютная матрица на следующей неделе у нас будет иметь следующий вид делайте паузу и смешайте и соответственно уже будем торговать в эту сторону далее по поводу торговли что у нас на данный момент так баланс нас 9846 буквально 150 долларов не хватает для того чтобы удвоить депозит полностью уже официально его удвоить на данный момент по отратам сделка минус 211 долларов ждем когда постепенно доллар будет укрепляться и идти на снижение то есть на данный момент у нас как видим евро в продажах пока я его жду и жду когда мы но еще больше под упадет по фунту та же самая картина пока мы находимся в продаже продали его на самом максимуме ждем дальнейшего снижения с первой целью где-то вот в этом диапазоне так далее доллар франк так такая же ситуация тогда больше наверх и пока мы находимся в покупках ждем когда пойдет на восстановление доллар иена долген я закрыл пока нет это сильных оснований на то чтобы иена росла поэтому я просто вышел это из-за этих сделках и сделок практически в нуле там было что-то минус 5 долларов то есть это чисто свопой комиссии и таким образом просто вышел из этой сделки будем ждать более хорошей точки входа следующие до нзд иена пока сигналов нет находимся во флете поэтому ждем нзд и ездил красиво падаем тенденция далее вниз и в целом ты профит ближайшие оставлю в этом диапазоне ждем когда рынке упадут когда должен счет укрепляться нсд к ой везде год данный момент видим очень сильное падение произошло ждем когда пойдет дальнейшее восстановление и дальнейший рост далее а у 2 продали на самом акцию мы тоже ждем падение таки выставлено просто ждем когда они все по срабатывают то есть пока тенденция больше шорта outcat пока во флайте пока его не берем работу а вот франк та же самая картина во флайте не берем работу ауде на вот тут интересная картина мы находимся на самом-самом максимуме видим как еду идет пробой от каждого этого каждого последующего максимума а вот принципе в продажу и на то же самое наоборот в покупку нас рассматривается тем самым можем попробовать данные данную сделку зайти ауде на 005 в цел вот и тенденция дальше его дальше его ждать отсюда как минимум на вот обновление вот этих минимумов далее out нсд очень круто выросли пока ждем как пока не сформируются какие-либо сигналы как франк пока ждем каде на ту же самая картина пока ждем франк иена ничего интересного евро out мы уже покупка сидим ждем когда сработает их профит принципе на фоне падения того же австралийского доллара пол невероятно евро евро out пойдет вверх еврокат пока ничего нет продажу одну мы закрыли евро франк тоже самая картина пока вы флете евро фунт тоже самое flat евро иена находимся первую покупку первые покупки минусе по 2 плюсе и в целом тенденция далее наверх поэтому жду его дальше вверх фунт канада пока сигналов нет фунт франк тоже самое фунт иена тут пока ничего интересного фунт нсд нсд кат вообще к видим ничего интересного и из 2 рубль тенденция дальше вверх я думаю что мы видим ближайшее время 75 76 это как минимум те цели которые мы заметим в ближайшее время позору то я в принципе уже объяснил тенденция больше вверх чем место но можем еще увидеть снижение где-то к диапазона 1800 долларов за одну тройскую он все bitcoin красиво растет 15000 это ближайшая его цель поэтому просто сидим и держим плате на та же самая картина тенденция больше вверх чем вниз так и вот тут самый интересный фондовый наш индекс и nasdaq и s&p 500 тенденция по ним больше вверх чем вниз и соответственно как только урок появятся хорошие сигналы будем не заходить помню мы еще заходили здесь внизу потом заходили заходили тогда когда все никто не видит что рано будет расти вот здесь когда была самая большая паника вот именно тогда надо было покупать вот то что мы собственно и делали та же самая картина по s&p 500 дошли до своих максимумов вполне вероятно отсюда будет какой-то коррекционные движения и дальше пойдем на обновление так индекс страха видим очень такой большой страх у нас на данный момент открылись очень большим гепом я думаю что дальше пойдем еще наверх потому что в корректировка на индексе s&p 500 приведет к сильному падению и вернее увеличению индекса страхом после чего то есть собственно и не страх это что это волатильность пункционов и после того как на рванет можно будет данный индекс продавать поэтому будем ждать когда рынок даст такую возможность собственно на этом я все с вами был михатор речи успех на больше профита трогайте инвестируйте зарабатывайте и будьте успешными появимся с вами ровно через неделю на этом канале